всем привет вы находитесь на канале майклан аки и сегодня я постараюсь на сто процентов убедить вас что мятеж евгения пригожина не был инсценировкой не был постановой не был хитрым планом путина ролик будет состоять из трех частей первое рассмотрим основные версии инсценировки второе я объясню почему вы в принципе или ваши знакомые ищите возможность инсценировки откуда это берется и третье мы с вами ознакомимся со статьей кирилла рогова по моему очень замечательный про то что ничто не ново под луной все это уже было и что на самом деле мятеж который произошел позволяет относить россию практически к африканским диктатурам где такие формы как раз и наиболее распространены ну что давайте начнем только не забудьте поддержать видео лайком комментариям подпиской можно сейчас может когда вы уже посмотрите она вам нравится а также поддержать канал на патреоне ссылка будет в описании это регулярные пожертвования которые позволяют канал существовать и дают вам всякие прикольные бонусы типа совместного чата в телеграме где мы с вами будем спорить и дискутировать стримов которые проходят раз в месяц эксклюзивно для патронов и еженедельной передачи эксклюзивно для патронов в общем куча бонусов одни плюсы очень рекомендую ну давайте начинать с днями тяжа каждый день по десятки сообщений приходили мне в личку майкл а у меня вот такая версия про мятеж пригожный майкл а почему никто не говорит о том что это все могло быть инсценировкой майкл неужели вы думаете что все это могло пройти без ведома путина майкл неужели вы настолько глупы чтобы поверить официальной версии произошедшего ну во первых официальной версии никто верить и не собирается во вторых давайте начнем с главного с вопроса который я задавал всем кто спрашивал у меня не является ли весь конфликт между министерством обороны и пригожным постановочным это самый важный вопрос мотивация в чем мотив такой инсценировки инсценировка предполагает что весь мятеж весь конфликт министерством обороны или что-то отдельное из этого было сконструировано специально российскими властями во имя своей некой цели и на самом деле всех обвели вокруг пальца так в чем цель в чем задача была это ведь негативных последствий очень много раскол внутри военного сообщества показания всему миру и военно в том числе что владимир путин довольно слаб огромное количество россиян которые теперь не понимают кто был прав и кто не был прав очень серьезное ухудшение репутации шойгу в военных руках в рамках всего этого конфликта короче говоря проблем они дотягиваются вплоть до солдат на линии фронта которые не понимают чего это было а еще и отдельный конфликт солдат которые считают унизительным то что пригожин не понес никакого наказания за уничтожение российских пилотов да и в конце концов самоуничтожение российских пилотов извините меня семь бортов авиации летчики вертолетчики дорогущее оборудование дефицитная в россии если мы говорим про рэбэ но это все тоже серьезные издержки не говоря уж про перепуганных жителей ростова которые вообще не поняли что произошло у них теперь убытков на 100 миллионов рублей из-за испорченного дорожного полотна по которому танки вагнеровцев проезжались несколько дней ну ладно несколько дней день фактически да они там простояли короче говоря в чем мотив и вот выдвигаются версии значит первое понятное это перекидывание в беларусь ну то есть все вот это вот со всеми негативными последствиями нужно было чтобы перекинуть группу вагнера в беларусь и там пойти то ли на киев то ли в литву то ли еще куда то но во первых надо понимать что пока вагнер в беларусь не перекинут никаким образом мы не видим чтобы вагнер был там мы видим строительство каких-то лагерей который ни о чем пока не говорит возможно лагеря строится для мобилизованных для их обучения ну потому что там на территории беларуси находятся лагеря для российских мобилизованных которых проходит их обучение в общем мы пока не видим передислокации но даже если действительно так то каким образом 25-тысячный отряд который уже давно не 25-тысячный то часть людей пойдет минобороны часть людей пойдет в отпуска и не вернется на службу а часть допустим останется пригожным допустим 10-тысячный отряд возьмем по максимальной планке вот этот лагерь да там посчитали 9 тысяч мест палатках накинем тысячу в качестве бонуса каким образом они будут брать киев ну то есть они чуть не дошли до москвы это правда но когда никто не оказывал сопротивление в украине сопротивление оказывают и еще как солдаты и даже гражданские когда видят перед собой танк который едет когда российские танки ехали по украине в сторону киева украинские граждане выходили поперек этих танков и готовили коктейли молотова когда российские танки ехали по территории россии к москве никто и не почесался поэтому как именно будет десятитысячная группировка нападать на киев а будет уничтожена минут за 10 это все пожалуй поэтому не очень понятно но даже если мы допустим что это действительно все вот такого рода план мне к вам вопрос а чё просто-то вагнер не взять и не перекинуть в беларусь зачем для этого устраивать конфликт с минобороны зачем для этого дискредитировать российскую армию в глазах российских же граждан показывать ее небоеспособность всяческие солдат подвешивать в воздухе убивать собственных самолетчиков вертолетчиков ну пилотов самолета и вертолета это вот все чтобы перенести вагнер в беларусь а чё просто их не взять и не перенести в чем проблема сказать идите в беларусь есть все конец ради сюрприза ради эффекта неожиданности какая неожиданность если об этом все знают и об этом все говорят там западные страны укрепляют границы в чем прикол-то идея в чем всего этого маневра мне не ясно возьмем другую версию это нужно было чтобы посмотреть кто из элит дрогнет а кто из элит не дрогнет такой вот следственный эксперимент а вам не кажется что цена высоковато вам не кажется что она того вообще не стоит что можно проверить элиты на вшиве совершенно другими способами пустить дизу или в целом посмотреть кто как себя ведет да и более того мы не видим ни посадок не арестов ничего если проверкой было то она ни к чему не провела до опять же зачем тогда такой масштаб зачем реальные убийства реальных военных зачем вот это вот все путин записывающий злобное обращение а потом всех прощающих то есть путин выставил себя перед российскими гражданами как человек который говорит мы их точно не простим а потом тем же вечером говорят мы их точно абсолютно простили это чтобы проверить элиты какие владимир путин знает все про свои олигархические элиты они с самого начала войны очень недовольны происходящим пытаются спасать свои счета отказываются от российского гражданства и прочее кого он проверял то еще нет других способов проверки в путинском режиме конечно есть поэтому ну здесь опять же на весах очень непонятно как на такое и зачем на такое можно пойти что еще в загажнике у нас осталось из версий которые выдвигают люди но их на самом деле десятки мы ничего только не описывали мы ничего только не расписывали какие-то вот хитрые тонкости только не делали и чтобы ввести украину в заблуждение чтобы все подумали что путин слаб а он на самом деле не слаб так и так думают что путин слаб так и ну украина ориентируется на реальную ну на реальное происходящее событие если хотели заманить украину например в ну чтобы они больше продвигались рамках наступления чтобы они сломя голову увидят что пригожно идут на москву побежали бы на российские укрепления надеюсь что все оттуда убегут так дольше тогда надо было надо было дня на два хотя бы растянуть чтобы украина посмотрела такая а это все продолжается вперед в атаку нулевой эффект абсолютно нулевой эффект от всего случившегося ну вы мне будете в комментариях писать и другие версии значит там еще чем придумаете добавить и еще щепотку чего-нибудь тут надо базово понимать откуда это все появляется ну то есть почему многим людям не только защитником владимира путина но и противником владимиром путина хочется верить в то что это все какой-то цирк дело в том что люди хотят находить во всем последовательную логику и рациональность то есть мы несмотря на то что часто ведем себя нерационально потому что мы люди но мы все равно исходим из того что все ведут себя рациональными поэтому когда мы смотрим фильмы или сериалы и там какой-то сюжетный поворот который нам кажется глупым ай люди бы так себя не вели ужастик когда Да смотрите, и там они, давайте разделимся. И ты такой, господи, ну кто разделяется? Знаете, что самое удивительное? Я однажды был в похожей ситуации. Это был поход как раз в Крыму. Тогда он не был еще оккупирован. Прекрасно, кстати, ездили без каких-либо проблем. И мы были в походе, вот с палатками, со всеми пирогами. Не в походе выходного дня, а прямо надолго. И день на третий, по-моему, у нас была остановка на ночлег. Там часть людей начала разворачивать палатки. А мы вчетвером с моими друзьями отправились за водой. Ну то есть надо набрать воды в бутылках, чтобы потом в Кане приготовить кашу, ужин, а потом завтрак. Мы пошли, уже темно, потому что мы чуть опоздали во время дневного перехода. Растянулись сильно, и поэтому не успели прийти до засвета. Точнее пришли мы, когда уже смеркалось. А когда пошли за водой, было совсем темно. А там была такая горка. И мы что-то спускаемся, идем, идем, идем. Примерно нам сказали направление. И мы понимаем, что мы уже что-то долго идем. И совершенно не понимаем, что происходит. И мы начинаем оглядываться вот это вот все. И понимаем, что мы заблудились. Причем напрочь. И мы знаем все вот эти советы, которые говорят, что надо делать. Мы делаем все наоборот, все наоборот. Моя подруга впадает в панику, в абсолютную истерику. Значит, мы начинаем метаться туда-сюда. Мы идем куда-то вперед. Выходим на какую-то дорогу. Начинаем идти по ней. Ну, в общем, абсолютно поступаем так, как если бы мы видели в фильмах. Мы бы сказали, так люди себя не ведут. Они бы все сделали по уму. Мы сделали все наоборот. История закончилась хорошо. Преподаватели пошли нас искать. И в итоге на этой дороге мы, к удивлению, всеобщему встретились. Но суть заключается в том, что в реальных жизненных обстоятельствах многие люди ведут себя не так, как нам кажется, мы бы себя повели иррационально. К чему этот мой долгий спич и рассказ из личной жизни? Значит, история заключается в том, что многие действия – это ровно те действия, которые мы наблюдаем. За ними нет хитрого плана, нет хитрого хода, нет многоходовочки. Уж сколько я лет слышу про путинские многоходовочки. Это просто безумие. Ни одна из них не сработала. Ни одна. Ни вход в Сирию для того, чтобы, значит, Запад принял назад то, что Россия поможет бороться с террористами. Ничего. Ничего из того, что приписывали Путину как многоходовочку, не являлось многоходовочкой. Поэтому этот стереотип идет от того, что мы пытаемся рационализировать себе вот это зло и представляем его могущественным. На самом деле, Путину всю жизнь просто очень сильно везло. Ему буквально дали в управление страну, потому что считали, что он бесхребетный нюня, которым можно будет помыкать, страну с огромными ресурсами. Страну, которая начинала активно продавать сырье, цены на которые росли. Это как играть в сим с читкодами. Россия при нормальном правлении, при нормальном выбранном президенте, при сменяемости власти и всем остальным, была бы уже, но я не знаю чем. Ну, то есть, там, абсолютно была бы европейская страна с гигантскими зарплатами, с прекрасными дорогами, с хорошими больницами, потому что за те деньги, которые России заплатили за сырье, можно что угодно вообще сделать. Но нет, Владимир Путин их воровал и укреплял свою власть. В каждом повороте, где можно было сделать хуже, он делал хуже. Просто по кругу были умные люди, которые продавали свою совесть и помогали ему в этом. И сильно везло. Он пользовался тем, что большая часть мира была беспечна. Потому что, ну, казалось, все, демократия окончательно победила, Фукуяма написал конец истории. Но казалось, что это не конец. И каждый раз Путин, совершая различные действия, делал ситуацию стабильной более плохой. Ну, например, напав на территорию Украины в 2022 году, Путин подложил себе гигантскую свинью. Сидел бы себе. У него была идеальная ситуация. Оппозиция зачищена. Общество задавлено. Силовики под его контролем. Денег куча. Запад закупает сырье в огромных количествах. Закупает газ, закупает нефть. И в уст не дует. И вообще ничего его не смущает. Санкции несерьезные и прочее. Сиди, правь, кайфуй. Нет. Он напал на территорию Украины. И в итоге Владимир Путин сейчас в самом тяжелом положении за всю свою историю. Он теряет власть. Он получает мятежи. Российская армия дискредитирована. А если раньше все говорили, за сколько Россия захватит Украину, то сейчас все вполне предполагают, что Украина сможет и вернуть оккупированные территории после 2022 года и вернуть оккупированный Крым. То есть, на самом деле, Владимир Путин выбирает не самый рациональный, правильный, даже с диктаторской точки зрения, путь, а довольно безумный. Причем каждый раз. Но в попытке найти вот это вот, что за этим стоит, какой-то хитрый план или что-то, люди сами себе пытаются выстраивать какую-то логическую последовательную историю. Поверить в хаос, поверить в то, что российская власть – это власть. В многом довольно проблематично. Почему? Потому что российская власть все еще держится. Как российская власть может держаться, если эта власть задается вопросом какой-нибудь человеку? Думает, нет, значит, все сложнее. Не сложнее, просто в истории огромное количество факторов оказывает влияние. Это исторический контекст и 70 лет выжимания Советским Союзом всего из людей, которые проживают на территории России, и потакание Запада, и гигантские деньги, и слишком податливое гражданское общество, которое любит вестись на все подряд. В общем, огромное количество факторов. К чему я все это веду? К тому, что не надо усматривать дополнительные грани там, где их нет. Я не говорю, что версия об инсценировке мятежа – это конспирология. Нет, я не разбрасываюсь такими словами направо и налево, как это любят делать многие коллеги с Ютуба. Конспирология – это вполне конкретная вещь. Это теория заговора, предполагающая огромное количество участников. Ну, то есть, например, химтрейлы, да, типа вот что следы в небе, это на самом деле травят людей. Для того, чтобы это осуществилось, нужен заговор огромного количества людей. Всех медиков мира, всех пилотов мира, всех стран мира, всех государств мира, всех правителей мира и прочее-прочее. Это глобальный заговор. Локальный заговор не является теорией заговора, потому что заговоры в дное существуют, и их много. Действительно, заговоры есть. Ну, любой мятеж, например, восстание или дворцовый перерыв – это заговор. А теория заговора, конспирология, предполагает глобальный заговор. Поэтому нельзя называть там гипотезу о том, что взрывали дома в 99-м году ФСБшники заговором и прочее-прочее. Нет, это гипотеза. И вот инсценировка – это тоже гипотеза. Просто, на мой взгляд, маловероятная. Естественно, остались те, кого я не убедил. Естественно, остались те, которые будут говорить еще что-нибудь. Например, знаете, какая мне нравится история? Говорить, что, Майкл, ну ты просто… Ё-моё, слушай. Так ты не можешь увидеть последствия вот того, что случилось, да? Для чего эта инсценировка была? Потому что у них не получилось. Просто не сработало. Ты же сам говоришь, власть глупая. Вот и у них ничего не получилось. Они рассчитывали на одно, получили другое. Здесь я умываю руки, что могу поделать? Ну, то есть доказательство, которое само в себя упирается. Они что-то задумали, у них не получилось, поэтому мы этого не видим. Пожалуйста, развлекайтесь, как хотите. Кстати, другие версии, которые были, значит, что это нужно для того, чтобы один там, особенно Рьяна, какой-то пользователь Твиттера писал, неужели они не понимают, что это нужно для того, чтобы объявить об окончании войны, и сейчас это будет сделано. Я ему написал, окей, если за неделю это будет сделано, я приношу извинения, говорю, что это все была инсценировка и прочее. Если в течение недели, значит, как-то закончат войну. Не закончили, две недели прошло. Что еще говорили? Будет всеобщая мобилизация после. Это нужно, чтобы объявить всеобщую мобилизацию. Это нужно, чтобы отставить Шойгу, говорили некоторые пророссийские, уже провоенные военкоры, в надежде, что это все какой-то хитрый план, а не Владимира Путина. Но нет, ничего из этого тоже не произошло. В итоге мы с вами разобрали основные версии инсценировки. Мы с вами разобрали, откуда берется желание объяснять все какими-то сложными цепочками и заговорами. Последняя попытка, которую я предприму, чтобы убедить вас, что это не инсценировка, это объяснение того, что произошло. Но не моими словами. Я своими уже пытался. Кого-то убедил, а кого-то нет. А словами Кирилла Рогова, политолога, который написал очень хорошую статью, где занимается политической компартивистикой. То есть сравнивает с другими военными мятежами, где они характерны, и для каких стран, и как характерны именно такого рода мятежи, которые мы увидели. Ведь глобально вот это вот все усложнение конструкции происходит от нашего непонимания. Если мы чего-то не понимаем, то у нас есть естественное желание это объяснить чем-то для нас понятным. Инсценировка понятна. Пригожин поперся в Москву, но так и не доехал до него, хотя не было препятствий. И непонятно, поэтому сорождаются эти теории. Ну и как все остальное, да, там про прививки, еще про что-нибудь, когда нет понимания процессов, в дело вступает вот там всякие всевозможные девиантные объяснения. Итак, давайте, собственно, ознакомимся со статьей Кирилла Рогова. Я оставлю ее в описании. Я целую неделю хотел ее записать на видео, потому что знаю, что многие не читают. Но для тех, кто читает, оставлю в описании. Действительно, очень интересная и недлинная публикация. Итак, Кирилл Рогов пишет. Пригожинский мятеж буквально потряс российский политический ландшафт, нанеся смертельный удар по мифу путинской стабильности. В то же время сам мятеж, его скоротечность и внезапный конец оставили наблюдатели в полном недоумении. Попытки ответить на вопрос, что это было множиться, и становятся все более конспирологическими. Но именно в таких случаях на помощь может прийти сравнительный анализ. Действительно, а что мы вообще знаем о военных мятежах и их роли в политической истории? Хотя военные мятежи известны со времен Древнего Рима, восстание наемников в Карфагене растянулось на два года, в новейшие времена политологи уделяют им мало внимания. В эпизодах крутых политических изменений они играют небольшую, как правило, вспомогательную роль, часто становясь началом или предвестником переворота, революции или гражданской войны. В то же время, если посмотреть на политическую историю последних ста с небольшим лет, мы обнаружим, что вооруженные мятежи в основном концентрируются в определенных исторических периодах и географических ареалах. Эти скопления много говорят об их природе. Затяжная война, мятеж и революция. В начале 20 века наблюдается высокая концентрация вооруженных мятежей. В ходе волны забастовок и массовых выступлений, известных как Русская революция 1905 года, произошла целая серия матросских восстаний. Самая знаменитая, но далеко не единственная, на броненосце князь Потемкин-Таврический. Они разворачивались на фоне русско-японской войны, в которой Россия терпела унизительное поражение, но не имели какого-то стратегического значения, а были лишь демонстрации того, что политический кризис захватил военную сферу. Следующая волна военных мятежей имела общий европейский характер и была прямо связана с изнурительным кровопролитием Первой мировой войны, в которой ни одна из сторон не могла добиться решительного успеха. Весной 1917 года, после неудачного наступления на позиции германской армии, эпидемия бунтов охватила французские части. Солдаты отказывались наступать. В начале 1918-го волна мятежей, начавшаяся с Каторского восстания, прокатилась уже по Австро-Венгрии. Основным мотивом там также было нежелание воевать, вылившиеся и в массовое бегство с фронта. В итоге в ноябре Австро-Венгрия вынуждена была подписать перемирие с Антантой и перестала существовать как единое государство. Наконец, в октябре 1918-го года в немецком Вильгензхавене начался бунт моряков, а когда арестованные мятежники были доставлены в Киль, там началось восстание с целью их освобождения, в считанные дни переродившиеся в общегерманскую революцию, приведшую к падению монархии. В России в 1917 году ситуация разворачивалась противоположным образом. Положение фронта было относительно стабильным, а нестабильность была сосредоточена в столице, Петрограде, где царило политическое напряжение, усиленное хлебным кризисом. Без военного мятежа и здесь не обошлось, но он состоял в том, что расквартированные в столице полки, призванные в случае нужды встать на охрану порядка, массово переходили на сторону протестующих, предопределив победу Петроградского восстания, февральской революции, передавшей верховную власть Временному правительству. Фронтовые подразделения, считавшиеся надежными, предполагалось как раз послать к столице для усмирения бунта. Буквально единичные теоретические работы о военных мятежах классифицируют их по следующим основаниям. Первый тип – это бунт солдат против своих принципиалов, военного командования. Примеры этого типа мы видели выше. Мятеж начинается с того, что солдаты, матросы, отказываются выполнять приказ. Такой бунт обычно заканчивается провалом, но даже провалившись может оказаться предвестником или запалом широкой народной революции. Второй тип – это восстание армейского руководства против своих принципиалов, гражданских властей. Такое восстание имеет обычно форму переворота, в результате которого к власти приходит хунта или ее лидер. Но иногда такой мятеж начинается не в столице, а на окраине, а его лидерами становятся формальные или неформальные лидеры армейской кооперации – генералы. Тогда он принимает форму вооруженного похода на столицу с целью наведения порядка. Такой характер носил знаменитый Корниловский мятеж. После февральской революции в Петрограде воцарилось двоевластие – Временного правительства и Петроградского совета, возглавляемого революционными радикалами. Слабость центральной власти оказывала дезорганизующее влияние на всю страну и на фронт, что предопределило провал июньского наступления российской армии. В этой ситуации главнокомандующий Корнилов предпринимает в августе 1917 года поход на Петроград, призванный покончить с двоевластием и установить в столице твердый порядок, что позволило бы в частности стабилизировать фронт. Мятеж потерпел неудачу в результате неготовности его лидеров начать масштабное кровопролитие, когда они обнаружили, что рабочие и восставшие ранее воинские части организовали оборону Петрограда. В октябре уже Петроградский совет, в котором возобладали радикалы-большевики, организует путь для свержения Временного правительства, что становится началом кровопролитной гражданской войны, длившейся более четырех лет и закончившейся победой большевиков. Если мятежи первого типа представляли собой восстание снизу, сливавшиеся иногда с революционным левым движением, то двигателем второго типа мятежей является генералитет, выходящий из подчинения центрального правительства и обвиняющий его в неспособности обеспечить стабильность тыла и в потворстве левым радикалам, коммунистам. Знаменитый поход на Рим сторонников Муссолини имеет сходство с этим типом мятежей в том, что следовал тому же движению с периферии в столицу и ставил своей целью становление твердой власти, противостоящей левым радикалам. Однако основную роль в нем играли не регулярные части, а парамилитарное образование. Впрочем, ЧВК Вагнер также является доукомплектованным до уровня элитных частей парамилитарным образованием. В большей степени соответствует типу консервативного военного мятежа пуч военных 17-18 июля 1936 года в Испании. Мятеж против республиканского правительства подняли военные генералы на окраинах страны, однако он натолкнулся на организованное сопротивление сторонников республики. Под контролем военных оказалась лишь треть страны, что, как и в России, положило начало гражданской войне, длившейся два с половиной года, но кончившейся победой консервативно-националистических сил, возглавляемых военными. Таким образом, военные мятежи играли важную роль в крушении старого монархического порядка в Европе в первой трети 20 века. Мятежи снизу имели своей причинной затяжную войну и нередко становились этапом развития революции. Мятежи сверху, организованные военным командованием, носили контрреволюционный характер, но в обоих случаях они являлись проявлением глубокого политического раскола общества, левой и правой, его радикализации и вовлечения военных в это противостояние. Оба эти типа имеют довольно отдаленное отношение к Пригожинскому бунту, хотя Россия ведет затяжную войну, мятеж не был вызван усталостью от войны и нежеланием ее продолжать. Мотив похода на столицу, где засели виновники военных неудач, для наведения порядка, широко пропагандировался Пригожином накануне мятежа. Однако этот мятеж не был следствием вызревшего в течение длительного времени политического раскола. Пригожин не корнилов и, вероятно, ошибались те, кто воспринимал выступления вагнеровцев как, даже в отдаленной перспективе, восстание против власти режима Путина. Представление о той роли, которую играли военные мятежи в периоде после Второй мировой войны, дает новейшая база данных всех переворотов и их попыток с 1945 по 2022 год. Всего база данных фиксирует 982 события такого рода, из них 591 попытки смены власти, в которых участвовали военные 60%. Однако в категории восстания «Rebels» перевороты, инициированные организованными военизированными группами, порвавшими с действующей властью и активно противостоящими правительственным войскам, насчитывается всего 62 события. Таким образом, в целом военные мятежи составляют лишь 6% всех попыток смены власти. Успешными из них считаются 39%, то есть чуть менее 2 третей. Причем успех подразумевает смещение действующей власти, но не обязательно установление собственно власти военных. При этом почти половина всех случаев, 29, приходится на Африку. Это неудивительно. Военный мятеж – признак слабого государства. Кстати, из оставшихся 33 мятежей, 5 приходится на республики бывшего СССР 90-х годов, по одному в Грузии, Азербайджане и 3 в Таджикистане, 4 на Афганистан, по 3 на Коста-Рику и Парагвай. Повторяемость мятежей – одна из особенностей. Из 34 стран, в которых они были зафиксированы, на 15 стран, в которых было более одного мятежа, приходится 43, то есть более 70% всех мятежей. Частота африканских мятежей привлекла внимание исследователей. Самый известный из них – политолог Маги Дуайер, автор посвященному этому феномену книги, объясняет статье «Тактическая коммуникация. Мятеж как диалог», что вопреки представлению о хаотическом характере африканских военных мятежей, большинство из них подчинены четкой логике и не направлены на захват власти. Как правило, речь идет о недовольстве солдат и младших офицеров своим положением, жалованием, условиям службы, местом в армии или системе власти. Мятеж является способом заявить политическому руководству об этом недовольстве, вступить с ним в коммуникацию через голову высших командиров, коррупции среди которых мятежники объясняют несправедливое отношение к себе. Для понимания природы такого мятежа, пишет Дуайер, важно отметить, что, хотя угроза насилия является неотъемлемой частью мятежа, мятежники стремятся избежать его и избегают в более чем половине случаев. Действительно, непосредственным поводом для Пригожинского мятежа стало, как известно, требование министра обороны Шойгу к ЧВК Вагнер подписать контракт с Министерством обороны, что лишало вагнеровцев автономии и исключительного привилегированного положения. Мятеж был прежде всего демонстрацией несогласия с этим решением, несогласия, которое необходимо было через голову нового непосредственного начальства Министерства обороны, обвиняемого в некомпетентности и коррупции, адресовать высшему политическому руководству. Это сравнение вполне объясняет и внезапное окончание Пригожинского мятежа. Его африканский паттерн предполагал не боевые действия, но лишь демонстрацию угрозы. Как известно, агитируя вагнеровцев, Пригожин призывал их присоединиться к автопробегу до Москвы. Колонна вагнеровцев атаковала воздушные цели, способные уничтожить ее с воздуха, но в их логике это была защита автопробега. Когда же колонна стала приближаться к Московской области, где были заминированы мосты и собраны какие-то кордонные силы, а Путин так и не вышел на переговоры, автопробег потерял смысл. Атаковать регулярные войска, пусть даже и достаточно слабо, означало перейти к другому сценарию, который, скорее всего, даже не предполагался. Такое объяснение Пригожинского мятежа выглядит тем убедительнее, если вспомнить, что основной сферой деятельности Пригожина в последние годы была как раз Африка, а основной базой там Центральная Африканская Республика. Согласно упомянутой базе данных, царь, наряду с Афганистаном, является чемпионом по военным мятежам. Четыре кейса с 2001 года, историю которых Пригожин, скорее всего, узнал от непосредственных участников событий. Хотя сценарий африканского мятежа не предполагает далеко идущих планов по захвату власти или смене режима, а имеет в виду ограниченные цели, эти мятежи, однако, нередко влекут за собой глубокие, непреднамеренные последствия, признают их исследователи. Мятеж с непреднамеренными последствиями название одной из глав книги Дуайр. Авторы еще одной работы, посвященной африканским военным бунтам, пишут, хотя мятежи редко перерастают в переворот, то есть ведут к смене власти, они тем не менее указывают на повышенную вероятность переворота в будущем. И логика этого процесса понятна. Военный мятеж сигнализирует о наличии проблем в треугольнике военные подразделения, высшее военное командование, политическое руководство. Мятеж – это сигнал конфликта между военными и верхними уровнями управления, в то время как попытка переворота – это конфликт армии или ее высшего руководства с гражданскими властями. Второй конфликт может быть следствием или развитием первого. Впрочем, в уже цитирующейся теоретической работе о военных мятежах Жаклин Джонсон описывает еще один тип мятежей. Они связаны с зацикленностью гражданской власти на задаче предотвращения возможного переворота. Для сведения этого риска к минимуму политические власти сами создают или намеренно усиливают проблемы координации вооруженных сил, то есть, попросту говоря, разногласия и конфликты в армии, которые в конце концов похожи на российский случай. Подогревая или никак не смягчая конфликт Пригожина с руководством Министерства обороны, Кремль затем согласился на подчинение ЧВК Вагнер Министерству, но и не предпринял усилий по координации этого процесса. Пригожин же имел основание считать, что решение в пользу Министерства для Путина является вынужденным и стратегически дискомфортным, о чем, по всей видимости, он получил и прямые сведения от своих источников. Так или иначе, военный мятеж, если он случился, это признак слабого государства, сходится во мнении следователя. Чем бы он ни был спровоцирован, существенный тень в социальные условия, которые сделали его возможным. А его взрывной эффект, эффект прорыва статус-кво, обнажает обстоятельства, существования которых мы могли раньше лишь предполагать, но которые были надежно зацементированы верой в стабильность режима. Их два. Во-первых, мятеж обнажил наличие в окружении Путина и в его системе власти внутренних расколов, связанных разделенной элиты, но сегодня находящихся в той стадии, когда они могут выходить из-под контроля, а верховный арбитр не способен их разрешить аппаратным путем. Во-вторых, готовясь к решительной схватке с военным руководством, Пригожин начал искать публичную поддержку, видеообращение, поездки по регионам, что является категорическим табу для элитных конфликтов в устойчивых авторитаризмах. При этом очень скоро выяснилось, что наибольший отклик вызывает критика с милитаристских консервативных позиций не только высшего военного руководства, но и самой войны и поводов к ее началу. Это обстоятельство вскрыло двусмысленность и ненадежность того статус-кво лояльности войне, которую камуфлировал милитаристский раш официоза и пропаганды. А очевидные симпатии части публики к Пригожину обнажили шаткость и условность позиций Путина как лидера российского патриотизма и потенциал альтернативного патриотизма, нелояльного войне и ее риторики. По сути, перечисленные выше обстоятельства переход управляемого конфликта внутри правящей коалиции в неуправляемый и появление признаков раскола в общественном мнении это и есть основные предпосылки столь любимого теперь журналистами раскола элит. Не сам раскол, а предпосылки, которые могут в перспективе в него превратиться, если общественный запрос на альтернативу будет расширяться и приобретать видимые черты. Это на самом деле не так много, но несравнимо больше, чем было еще позавчера. Еще раз напомню, что статью я оставлю в описании, очень, на мой взгляд, хорошая, я не совсем там согласен, но с большей частью да, и мне кажется, зная вот это, типирование мятежей и какие они бывают и какие они существовали в Африке, где был Евгений Пригожин, теперь гораздо понятнее произошедшее, гораздо меньше остается к этому вопросов и гораздо меньше пространства и желания для того, чтобы считать, что все это инсценировка, цирк или спектакль. Ну, а с вами был Майкл Найки и увидимся в следующих видео. Всего доброго. Пока. Приветствую, вы на ютубе 24-го канала и это проект «Лицы Меры». Тут мы рассказываем вам о детях, женах и мужьях так называемых российских элит, которые жируют и наслаждаются жизнью в то время, как их соотечественники пачками умирают на войне в Украине. В прошлом выпуске я показала вам, как живет семья руководителя ЧВК Вагдар Евгения Пригожина. Судя по лайкам и комментариям, выпуск вам понравился. Спасибо. Сегодня будет не менее интересно. Речь пойдет о министре обороны России Сергея Шойгу и о его золотых детках. Человек, командующий военным министерством огромной страны, ни дня не служил в армии. Шойгу окончил Красноярский политех по специальности инженер-строитель. По окончании института он получил звание лейтенанта запаса. И это все, что связывает его с армейским делом. Официально у министра обороны РФ есть две дочери. Старшая 46-летняя Юлия Шойгу и 32-летняя Ксения. Но несмотря на то, что Сергей Кужугетович до сих пор женат на матери Юлии и Ксении, это абсолютно не мешает ему иметь других детей. Как говорится в расследовании команды Алексея Навального, Шойгу много лет назад закрутил роман с бортпроводницей Юлией Шабуновой. И она родила ему еще троих детей. Девочку Дашу, ей сейчас 15 лет, и двух мальчиков. Степана 2011 года рождения и Данила 2001 года рождения. Это и есть наш Шеба. Пожалуй, мы и начнем наше знакомство с семьей Шойгу именно из сына. Ведь Даниле Шабунову 22 года. Подходящий возраст для мобилизации. Не так ли? Но ни в окопе, ни в военкомате детеныш не был, потому что у сына, министра обороны, очень плотное расписание. Спорт, вокал, косметолог, парикмахер и солярий. Музыка. 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 Данила Сергеевич Шубунов восходящая звезда шоу-бизнеса под псевдонимами Шеба и Шеба Сингер. Он начал карьеру артиста как раз за несколько дней до вторжения России в Украину. Вот что он публиковал в день начала войны. Хэштег «Си Ю Агэн». Гретья песня. Поехали. В свои юные годы Данила владеет двумя бизнес-центрами в Москве. Они сдаются и приносят сыну Шойгу около миллиона рублей дохода. Но это все так скучно. Быть поп-певцом намного интереснее. Можно было бы предположить, что, возможно, Шеба сочиняет военно-патриотические песни, поднимает боевой дух молодым бойцам. Но нет. В одном из интервью сын Шойгу рассказал, что пишет песни и поет исключительно на английском языке. Ему так проще. Ну, не получается на русском. Как бы не пробовал. А пробовал? Пробовал, честно. Но не нравится. Но нет, самому не нравится и оно не идет. Как бы мелодия, она уже подразумевает, как будто бы английский текст. Мне так проще выражать вообще свои мысли и доносить то, что я хочу донести. Кроме того, Даня любит не только английский язык, но и загнивающий Запад. В своих сторис в Инстаграм рассказывает, как же он обожает Европу. А знаете, куда сын Шойгу отправился в сентябре за четыре дня до объявления мобилизации в России? В отпуск. В Турцию. Пока его ровесников вылавливали на улицах и отправляли на убой, Шеба купался в море, тусовался и кайфовал. В общем, жизнь у сынули удалась. Что касается дочерей Шойгу, то их лайфстайл не менее насыщен. Младшая Ксения глава Федерации Триатлона России. Она занимается гонками героев, бегает разные марафоны. Но свою карьеру начинала с банковского дела и логистики. В общем, считать деньги она умеет. Я к этому отношусь абсолютно нормально, потому что у каждого есть своя профессия, и каждый должен проявлять себя. Не должно быть ограничений в том, чтобы быть там успешно. Проект «Гонка героев», которым руководит Ксения, это экстремальный забег с препятствиями. И участие в нем, естественно, платное. Чем больше мы говорим и показываем спорт красиво, тем больше участников, тем больше людей вовлекается в массовый спорт и становится участниками моих или не моих мероприятий. Конечно, лучше моих. Родная дочь министра обороны не была бы дочерью министра обороны, если бы не воспользовалась связями. Ведь эти гонки проходят на военных полигонах Минобороны РФ с использованием их техники и вооружением. С отцом вы советовались перед тем, как... Я всегда советую с отцом. Что он вам сказал? Он сказал мне, что это интересно, что он будет мной гордиться, потому что он уверен, что у меня все получится. Пожелал мне удачи. Все, на этом его участие в этой истории закончено. Я надеюсь, что нет, потому что мы будем взаимодействовать с ЦСКА, и это все равно опосредованное Министерство обороны. Но говорить о том, что он будет мне помогать, ну, наверное, он всегда мне помогает. Именно на этих гонках героев Ксения и встретила своего мужа, уже скандально известного блогера Алексея Столярова. Всем привет, друзья, меня зовут Алексей Столяров, и это будет очень крутой выпуск, а самое главное красивый, потому что в этом выпуске мы будем три дня питаться, как самые знаменитые девушки нашей страны. Что меня привлекло в Ксюше? Мы не ответили на этот вопрос, но прежде всего ее энергии... Я даже не знаю, что я его привлекла. Но, честно признаться, ее энергия и красота. То есть, ей безумно вот эти горящие глаза, улыбка, эмоции. То есть, это было что-то невероятно крутое. То есть, это красота и энергия, которая, просто думаю, капец. И папа, который министр обороны и друг царя, забыл добавить. Муж Шойгу не вылазит из спортзала, снимается в разных спортивных шоу, таких как русские ниндзя. Хорошая физподготовка пригодилась бы на фронте, но почему-то этот ниндзя не спешит на войну. Пока его соотечественники гибнут на полях Украины, Столярова вместе с женой разъезжают по Дубаям. А это отель Цизис Палас Дубай. Именно здесь вместе с своим мужем встретила этот Новый год дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения. Локацию в своем инстаграме засветил муж дочери министра обороны, блогер Алексей Столяров. Подсчетом инсайдер, отдых в военное время обошелся парень меньше, чем в полмиллиона рублей. Наконец-то небольшие каникулы. Смотрите, кто рядышком. Красивая какая Ксюня. Сейчас пойдем к Миланику. Наконец-то отдыхай. Разгульный образ жизни по кайфу с зятю Шойгу. Недавно Столяров похвастался чеком в ресторане на очень приличную сумму. Никто вообще даже не рядом. Итак, счет в миллионке. В ресторан миллионка составил 42 700 рублей. Если вы выиграли, говорите. Мы вас обнимем, поцелуем прямо сейчас вот так. Ну и как вы видите, что там происходит в окопах ему совсем не интересно. День рождения гордей. Смотрите, какие прекрасные люди. Смотрите, какие замечательные. Ё-моё. Выпьем за Дмитрия Михайловича. Это у нас яблочный сок. Естественно, смотрите, Санечка тут. Санечка! Санечка, не надо! Передайте, пожалуйста, напишите поздравления Гордееву. Очень надо. Мы в кайфе, если что. И непонятно, Маркиштерн это заведение или нет. И на гетто призна. Вообще, непонятно, какая у Столярова позиция. То он лайкает антивоенный пост Юрия Дудя про кровавую и бессмысленную войну, называя всех зет-патриотов б... то он привозит в так называемую ДНР гуманитарную помощь. Но одевать солдатскую форму не спешит. А зря. Ведь его жена Ксения вроде как любит военных. Телеграм-канал ВЧК ОГПУ поделился непубличной страницей дочери министра обороны. Под ником Военно-обязанная Ксения Шойгу ведет интрижки и общается на нерабочие темы. Но кроме секретных страничек Ксению заподозрили в изменах мужу. Пророссийский блогер Шарий опубликовал видеозаписи горячих объятий под пледом Ксении Шойгу с Максимом Владимировым, который работает в одной из аффилированных с Ксенией и Минобороны компаний, ну через который идет распил бюджетных денег. Кстати, еще одно доказательство того, что ФСБ работает против Минобороны РФ, ну раз такие видео сливают. Конечно же, измены это сугубо их личное дело. Но вот какого же черта эта верхушка и элита учит весь остальной народ традиционным ценностям и скрепам? Тише всех из семейки Шойгу живет самая старшая дочь Юлия. Она, в отличие от сестры, не признает никакие социальные сети. Говорит, нет у меня желания рассказывать, что я сегодня съела на завтрак, сколько пробежала и где была. С большинством людей, с кем мне хочется и интересно общаться, я имею возможность общаться лично. Ну, наверное, благодаря папиной фамилии. Юлия с 1999 года работает в МЧС. Сначала была просто рядовым психологом, а уже через три года стала директором Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Меня зовут Шойгу Сергеевна, я представляю здесь психологическую службу нашего ведомства. Такой стремительный карьерный взлет случился у Юлии тогда, когда министерство возглавлял ее отец. Юлия замужем за заместителем генерального прокурора РФ Алексеем Захаровым. Она имеет множество правительственных наград, ордена за заслуги перед Отечеством, медали за честь и мужество, за доблестный труд, а еще почетное звание заслуженный спасатель Российской Федерации. Вот только она не спасает российский народ от смерти на войне в Украине, а наоборот рассказывает, что переживать утрату близкого это нормально. Переживание утраты это абсолютно нормальная человеческая черта. Не случайно во многих культурах памятник на могиле вставят через год. Это некое психологически это в том числе некий символ того, что горе пережито и эти отношения остались ну как бы отношения с этим человеком остались в прошлом и теперь он остался в памятнике. Сегодня помимо обеспечения семьи Шойгу народ России оплачивает развязанную Путиным и оленеводом кровавую бессмысленную войну, чтобы потом в лучшем случае им поставили памятник. Не верьте элитам, не участвуйте в преступной войне, не позволяйте убивать своих детей, пока их дети наслаждаются красивой жизнью. Ну и если вам известны соцсети отпрысков других чиновников, их жен, мужей и родственников, факты беззаботной роскошной жизни, присылайте нам на почту. Мы обязательно все покажем. Возможно, это поможет переубедить хоть какую-то часть россиян не идти на войну и не умирать за яхты и виллы путинской элиты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова